Очередная страница в бесконечной, кажется, эпопее под названием Brexit. Приоткрою секрет производственной кухни RTVI, понимая, как важен в масштабах Европы и человечество факт скорого выхода Великобритании из Европейского Союза, я раз за разом настаиваю на том, чтобы очередные детали этого процесса не освещать в нашем эфире, ведь они становятся уже просто абсурдны. Екатерина раз за разом утверждает обратное. Именно так, я утверждаю обратное. Ведь как бы банально это ни звучало, но дьявол кроется в деталях. Именно о деталях сейчас идет речь. Более того, на мой взгляд, скромный. Эпопея из Brexit, она как отличный качественный сериал, где самые неожиданные повороты сценария поражают воображение, их нужно освещать и обсуждать. Как, например, 25 сезон сериала «Улица разбитых фонарей». Нет, нет. Как Шерлок Холмс, например. Или, не знаю, что-то классное. Ну ладно, к делу. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня вечером передал председателю Еврокомиссии Жан-Клод Юнкеру новое предложение Лондона по северо-ирландской границе. Именно вопрос Северной Ирландии остается главным камнем преткновения. На пути заключения сделки между Лондоном и Брюсселем не договорятся. И будет, судя по всему, так называемый жесткий Brexit с непредсказуемыми последствиями. Да, все упирается в Северную Ирландию, выходящую из ЕС, ее границу с Республикой Ирландия, которая остается в Европейском Союзе, а также таможенный союз ЕС и единый рынок Европейского Союза. В общем, честно скажу, кажется, уже никто не понимает, о чем речь, но решить это пытается. Так вот, Джонсон предлагает план под условным названием «Две границы на четыре года». В соответствии с ним Северная Ирландия после Brexit и до 2025 года останется частью единого рынка ЕС, однако покинет таможенный союз Евросоюза, что бы это ни значило. Ничего ты, Тихон, не понимаешь. Ладно. Эти предложения могут обеспечить относительно безболезненный выход Великобритании из ЕС, если на них согласится Еврокомиссия, то есть Брюссель. Брюссель. Джонсон утверждает, что Brexit состоится в любом случае 31 октября, поэтому хорошо бы все-таки какую-то договоренность заключить. Давайте обсудим это с предпринимателем Евгением Чичеваркиным, который с нами на связи сейчас из британской столицы. Евгений, приветствуем вас. Евгений, приветствуем вас. Здравствуйте. Скажите, вам не надоели все эти метания бесконечные британского правительства? Это вообще имеет какой-то смысл, на ваш взгляд? Добрый день. Смотрите, вот вы сказали, что это как сериал «Улицы разбитых фонарей». Я не соглашусь, потому что в этом сериале кого-то убивали, куда-то ездили, что-то происходило. Что-то происходило. Это происходит ничего, абсолютно. В три с половиной года просто ваши коллеги, которые в большинстве тайные социалисты, видимо, то есть они не понимают, откуда берутся деньги, устраивают просто истерику, приравнивая Brexit к апокалипсису. Дело в том, что здесь за это время не принято ни одного документа, ни одного закона, который хоть как-то изменяет жизни хоть одного гражданина. И первые могут быть приняты только после 31 числа. На что я смотрю? Я смотрю, как себя ведут финансисты, люди, которые управляют фэмили-офисами, хедж-фондами, банками и так далее. Все абсолютно спокойны, как танки и только потирают руки, потому что думают, что бизнесу будет лучше. Почему? Почему может быть бизнес улучшить, Евгений? Я просто действительно слышу в последнее время панические заявления, комментарии от разных экспертов, которые говорят, ну это катастрофа, мы тут просто даже сможем увидеть беспрецедентную ситуацию, народ будет голодать едва ли нет. То есть почему вы считаете, что это, в общем, неплохо? Ну, понимаете, сейчас у ЕС огромное количество ограничений в торговле, которые Британия вынуждена выполнять. С России 36 каких-то там ограничивающих фактов, с Индии 32 и так далее. Если они это все грохнут одним разом и сделают рынок свободный для того, чтобы сюда приезжала еда, ну, Украина запросто проформит Великобританию. Для Европы не поставлять Великобританию будет то же самое, что выстрелить себе в ногу. Вот, поэтому, вы знаете, от фунтов еще никто не отказывался. Я не знаю человека, который отказывался бы от фританского фунта, несмотря на его слабости. Скажите, Евгений, а во всей этой ситуации Борис Джонсон, он вам как? Он герой вашего романа или какой-то неочевидный персонаж? Я абсолютно олдскульный парень. Мне нравятся Дональд Трамп и Форис Джонсон из всего, что я вижу. Это наилучшие, наилучшие пацаны, которые есть. Несмотря на все их чудеса. Серьезно? Да, конечно. Но остальные вообще вялые абсолютно, как в руках. А разве это олдскульность? Я просто наоборот считаю, что это такой прогрессивный, новый взгляд на происходящее. Но, смотрите, я его называю человеком, который нарушил британское законодательство, что он обманул британскую королеву. Вот это насколько серьезно, на ваш взгляд? Ваши коллеги, еще раз говорю, устроили истерику. Но и британский парламент, очевидно, не только наши коллеги. Защищу я журналистов все-таки. Да, цитировать истериков, я не знаю, почему это стало модно. Почему мы цитируем Лазу или Гретту вот эту? Я вообще не понимаю, зачем цитировать людей, которые находятся в истерии. Спасибо вам. Мне кажется, это вполне позиция. Большое вам спасибо. Евгений Чичваркин, предприниматель на прямой связи с нашей студией из Лондона. Евгений, спасибо. Продолжение следует...